Привет! Меня зовут Арина. Я приглашаю вас провести день в моем Шанхае. Да, именно в моем, потому что за два года жизни здесь у меня появились любимые места, близкие друзья и новые привычки. Этот город изменил меня, потому что он находится в постоянном движении и смотрит только в будущее. Здесь нельзя останавливаться, только движение и только вперед. Наша жизнь – это вечный путь в поисках себя. Я иду, иду уверенно, иду и верю, что все получится. И это главное. История Шанхая теперь это моя история. Этот город готов гостеприимно принимать и щедро отдавать. И в этом его секрет успеха. Этому я учусь каждый день в Шанхае. Образование в Китае – это сочетание инноваций, использование новых технологий и подходов, но при этом сохранение многовековых традиций. Здесь собрались талантливые люди из разных уголков нашей планеты. Мы все вместе обмениваемся опытом, получаем новые знания и помогаем друг другу. Это то место, где я получаю удовольствие от учебы и ценю возможность совмещать теорию с практикой. После занятий в университете мне хочется применять полученные знания на практике. Сегодня я еду на открытие новой выставки в Хауарт-мюзеем. Искусство Китая – это ключ к пониманию китайской культуры. При этом Шанхай – интернациональный город. Он развивался на стыке двух культур – китайской и западной. Сегодня я покажу вам выставку постмодерниста с непростой судьбой – Йозефа Бойса. Шанхайцы очень ценят европейское искусство и здесь часто проходят выставки крупных западных художников. Когда я приехала в Шанхай, я знала по-китайски только не хао. Привычная картинка поменялась на 360 градусов. Я не понимала сначала ничего. Я не знала, как пользоваться транспортом, где покупать привычные продукты. Но рядом всегда были люди, которые мне помогали. И этот опыт показал мне доброту и гостеприимство страны. Я постоянно гуляла по городу, изучая новые места. На своем пути я встречала интересных людей. Некоторые из них стали моими друзьями. Я благодарна Шанхаю за все эти удивительные встречи. Каждый из них стал частью меня и моего пути. Вечером, когда учеба и работа позади, можно расслабиться и насладиться богатством китайской кухни. Китайские повара при приготовлении руководствуются прямя принципами. Пища должна быть вкусной, полезной и лечебной. Я с удовольствием пробую новые блюда и открываю для себя все многообразие вкусов. Я родилась в Москве. Это крупный и быстрый мегаполис. И поэтому ритм Шанхая мне понятия не близит. Здесь я чувствую в себе силы и энергию постоянно развиваться, идти вперед к своей цели. Это очень живой и быстрый город. Здесь ты должен проявлять настойчивость и уверенность. Если не успел, то значит упустил. Здесь не ждут опоздавших. Потому что нет времени ждать. Нужно действовать. Этот город даст вам ровно столько, сколько вы будете готовы взять. Очень много всего впереди. Мне интересно, что будет дальше. Я иду к своей цели. И когда я дойду, это будет только начало новой истории. И когда я дойду, здесь спрашиваю. Продолжение следует...